В студии Елена Кузовкина В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите выпуски. Расширяем границы. Это и IT-сфера, это и сфера сельского хозяйства. Как молодым бизнесменам попасть на бесплатное обучение в Китай? В день космоса рассуждаем. Повлияет ли на вас зажженная спичка, если она будет находиться от вас на расстоянии тысячи километров? Повлияет ли расположение планет на психику людей? Учимся играть, когда в школах края начнут обучать шахматам. Более 4,5 миллиардов рублей направят в Крае на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья до 2025 года. Об этом сообщил министр строительства Иван Гелев. Всего планируется расселить 273 многоквартирных дома, где живет более 8 тысяч человек. Сейчас формируется заявка на оказание о финансовой поддержке краю из фонда содействия реформированию ЖКХ. Предоставить документы в Москву планируется до конца июня, рассказал министр. По закону людям должны дать или квартиры, или деньги. Такие компенсации уже получили 230 человек. Администрация индустриального района Барнаула временно решила проблему с киоском «Соня», который помешал крупной торговой сети. Накануне мы рассказывали историю, которая произошла на улице Георгиева, 22. Сотрудники известного магазина передвинули киоск на дорогу, не давая вернуть его на место. В ситуацию не смогла вмешаться даже полиция и администрация. При этом у хозяина киоска есть разрешение на аренду и территория, как подтвердили в администрации, не принадлежит торговой сети. Сегодня стало известно, что районные чиновники выделили другой участок для «Сони», но пока временный. Ну а дальше администрация сейчас смотрит место, куда бы мы могли бы встать уже более так основательно. Отметим, что хозяин киоска обратился за помощью в правоохранительные органы. Бывший начальник алтайской полиции, возможно, покинет пост в Крыму. Министр внутренних дел Крыма Олег Тарубаров написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Напомним, до августа 2018 года Тарубаров возглавлял алтайскую полицию. По информации РИА Новости Крым, в данный момент министр находится в отпуске, а его обязанности исполняет заместитель, начальник полиции Павел Каранда. По информации севастопольского ресурса «Форпост», Тарубарова вызывали в Москву, где с ним встретился замглавы МВД России, который якобы попросил написать заявление об увольнении по собственному желанию и выйти на пенсию. К новостям экономики. Увеличение экспорта – одна из первоочередных задач России, которую поставил президент. Кто и как может помочь бизнесменам Алтайского края экспортировать свою продукцию в разные страны мира? Об этом шла речь на бизнес-конференции в Барнауле, рассказывает Татьяна Голдева. Экспорт России к 2024 году должен увеличиться более чем в полтора раза, причем экспорт не сырьевой и не энергетический. Об этом на конференции еще раз напомнил министр экономического развития края. И наш регион в стороне стоять не должен. У нас задача стоит к 2024 году в соответствии со структурой нашей экономики по продукции АПК прирасти по экспорту в 2,6 раза, по промышленному экспорту в 1,3 раза. К слову, желающих свою продукцию экспортировать в крае достаточно, но как правильно выйти на рынки других стран знают немногие. Помочь готовы и не только на государственном уровне. Представители Сбербанка презентовали площадку Бэнков Бизнес Партнерс или Банк Бизнес Партнеров. На интернет-площадке уже зарегистрированы представители более 160 стран мира. Здесь можно не только что-то продать или купить, но и найти все, что так или иначе связано с бизнесом. Здесь же есть проект под названием «Экспортный акселератор». Суть этой программы заключается в том, что предприниматель получает комплексное сопровождение своей внешнеэкономической деятельности, начиная от поиска бизнес-партнеров и заканчивая настройкой организации всех своих бизнес-процессов для того, чтобы реализоваться на внешних рынках. За участие в экспортном акселераторе не нужно платить. За каждым клиентом закрепляют менеджера, который помогает на всех этапах. Ездить в банк не требуется, работать можно удаленно онлайн. Так что это прекрасная возможность выйти на мировые рынки для начинающих бизнесменов и не только для них. А трем алтайским стартаперам помогут создать международный бизнес. В крае начинается отбор резидентов для российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. Об этом сегодня журналистам рассказала региональный координатор проекта Екатерина Четошникова. Кстати, участвовать в отборе могут и уже состоявшиеся предприниматели, которые планируют выйти на китайский рынок. В этом году русско-китайский бизнес-инкубатор работает по шести направлениям. Это и IT-сфера, это и сфера сельского хозяйства, безусловно промышленность, это здравоохранение, образование, туризм. То есть все ключевые сферы, в рамках которых наши предприниматели могут найти взаимный интерес и определить возможности инвестирования с предпринимательского сообщества двух стран. Заявку на бизнес-проект нужно подать до 1 июля на сайте АИС «Молодежь России». Главное условие – возраст от 18 до 35 лет. Прошедших отбор ждет уникальная программа «Неделя обучения» с экспертами обеих стран в России и затем еще две недели в Китае. Лекции, общение без галстуков, экскурсии на производство. Участие бесплатное. Известно, что в рамках проекта уже работают два алтайских предпринимателя в сфере экскурсионных туров и лечения массажа. А сегодня и в Поднебесной, и в России, и во всем мире отмечают День космоса. Учредили его не так давно, в конце 20 века. К слову, интерес к освоению космического пространства не утихает и в веке 21. Наши корреспонденты встретились с теми, кто не может жить без наблюдения за звездами, спутниками Земли и даже за космическим мусором. Это Барнаул – крыша одного из высотных зданий. Все эти приборы предназначены для исследования космоса. В краевой столице уже пять лет работает лаборатория, которая изучает космическое пространство. Создавали ее ученые педагогического университета, а работают здесь сейчас специалисты и классического вуза, и технического. Наблюдают за звездами, искусственными спутниками Земли, а скоро планируют начать наблюдение за астероидами. Наблюдение астероидов, вы сами знаете, что, например, там Челябинский метеорит неожиданно вошел в атмосферу, взрыв, чтобы вот в таком виде, как в Челябинске, у нас, слава богу, не было. Но в атмосферу все время входит, и сейчас наверняка летит где-то камешек, может быть, небольшой, который сгорит. Но вот когда он до 50 метров в диаметре, то он принесет в случае падения на город, ну, огромные, катастрофические. О космосе эти люди знают все, ну, или почти все. К примеру, если выплавлять там металлы, то материалы получатся более качественными, тоже с медицинскими препаратами. Всем известные антибиотики, сделанные во внеземном пространстве, будут гораздо чище. А еще в космосе работают сверхлаборатории, которые в земных условиях никогда не создать. Из самого-самого последнего, что вот сверхгромкое открытие, это такие сфотографировали горизонт событий, черные дыры в соседней галактике. Это то, что больше ста лет только теоретически было. В ответ на наш вопрос, хотели бы сами полететь, Александр Вольф, сотрудник лаборатории, лишь улыбнулся. Говорит, вряд ли пройдет по весу и здоровью. А вот наблюдать на компьютере, что в данный момент происходит за пределами Земли, готов регулярно. Уверен, что отрицательное влияние расположения планет на психику людей – выдумка. Других ученых. Повлияет ли на вас зажженная спичка, если она будет находиться от вас на расстоянии тысячи километров? Вот воздействие самой крупной планеты, Юпитера, на человека, примерно такое же. Кстати, наблюдать за звездами лучше в ночное время, уверяют ученые. Тогда в телескопе это волшебная картина. Но им самим частенько приходится видеть немного другую. Точки и черточки на экране компьютера и есть небесные тела и спутники, за которыми пристально следят, чтобы избежать катастроф, наводнений и по возможности предсказать, какой по размеру метеорит может в ближайшее время стать угрозой Земле. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. В Барнауле пройдет третий благотворительный турнир в поддержку детей больных раком пациентов онкоотделения Краевой больницы. Для помощи малышам Лига любительского спорта города приглашает всех желающих сыграть в командные виды спорта. Благотворительность такого формата появилась три года назад. Первый турнир Лига любительского спорта провела для подопечных нашего проекта «Надежда на чудо». Сейчас организаторы поддержат всех пациентов детского онкоотделения. Желающих сделать доброе дело ждут прежде всего на спортплощадке или поле. В программе парковый волейбол, стритбол, пляжный футбол и мини-футбол. Взнос на участие будет той самой помощью для детей. В зависимости от вида спорта 3-4 человека в команде, а коллективный взнос 1,5 или 2 тысячи рублей. Но организаторы поясняют, личный взнос можно уменьшить за счет количества игроков. Это игра, которая предполагает замены. То есть в команде может быть и 6 человек, а в команде может быть без замен ровно 4 человека. Мы не ограничиваем. То есть есть возможность больше привезти с собой. Можно хоть на две команды. В рамках турнира сложилась еще одна традиция. Родные спортсменов-любители передают детям игрушки и канцелярию, что тоже важно во время многомесячного лечения. Турнир пройдет 15 июня. Заявить о своем участии можно на сайте мойспорт22.ру. В прошлом году только спортсменов турнира было свыше сотни. В этом году организаторы ждут еще больше. Тем временем 8-летнему Глебу из Шалаболихинского района все еще требуется помощь. В ноябре прошлого года ребенку диагностировали опухоль мозга. Сейчас мальчик почти не может двигаться и говорить. Экстренная операция и химиотерапия вызвали осложнение. Питание возможно только через зонт. Суточная норма стоит полторы тысячи рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы он полноценно мог вести образ жизни, что вот дальнейшее лечение нам нужно, чтобы питаться как положено, но не через зонт, как на сегодняшний момент он питается. Ну и мог как-то себя обслуживать, что самостоятельно, потому что он слышит, реагирует, как-то дети бегают, играют, а он себе не может этого позволить. Для того, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни, необходимо подобрать препараты, пока организм их не принимает. Нужно время и деньги на дорогое питание. Мы просим телезрителей помочь спасти Глеба. Перевести любую сумму можно на карту. Номер на ваших экранах. Продолжаем выпуск. В Барнауле начнут готовить педагогов по шахматам. Первая в России методика преподавания шахмат появится в учебном плане у студентов Барнаульского педагогического университета. Уже начиная с сентября будущие учителя начальных классов будут осваивать азы шахматного спорта. Сегодня мы в 155 школах Алтайского края уже внедрили программу шахмата в школе. И педагогов туда, которые там преподают шахматы, мы обучали и обучаем на базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. Мы обучаем трехдневными курсами, что, конечно, недостаточно. Хотя уровень и базовый, но, тем не менее, три дня даже насыщенного обучения они как бы все-таки не дают в полной мере для преподавателя понимания. Занятия не будут принудительными, так как шахматы относятся к внеурочной деятельности. Эксперты говорят, что главная идея состоит не в том, чтобы выпускать из школы профессиональных шахматистов, а в том, чтобы интеллектуально развивать ребенка. Турция, Вьетнам, Таиланд и Китай оказалось, это самые популярные туристические маршруты у бурнаульцев. Таковы данные турагентств. В прошлом году несколько тысяч жителей города посетили известные курорты. Отправиться на отдых стало проще, если за него можно будет заплатить потом. Близится сезон отпусков и у многих уже есть планы, где провести законные несколько недель отдыха. Как выяснилось, в банках уже готовы к их наплыву. И им есть, что предложить отдыхающим. Тем более, есть отличный повод. В конце мая банк Восточин отмечает свой 28-й день рождения. Поэтому 22-го, 23-го мая банк будет работать до последнего клиента. И предлагает всем оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 90 дней. То есть купить путевку можно сегодня, а вернуть деньги за нее уже после отпуска, ничего не переплачивая. Иногда, чтобы найти путь в жаркие страны, может понадобиться карта. И хорошо, если это будет карта с внушительным кредитным лимитом и комфортными условиями. Найти такую карту можно 22-го и 23-го мая в Банке Восточный. Банк Восточный спонсор прогноза погоды. Какой она будет узнать через несколько секунд. А у меня к этому часу все новости. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова